И снова здорово, с вами Меркус и в этом ролике у нас будет два мини-обзора новых водных транспортных средств, которые нас добавили в обновление ограбления Кайоперика. Ну и вот вышло самое грандиозное обновление для GTA Online. И если вдруг у тебя еще не хватает денег и опыта, то перейди в мою группу по прокачке. Качаем быстро, дешево, а самое главное без бана. А самое главное не забудьте подписаться на мой канал. Я каждую неделю выкладываю ролики о новых скидках и бонусах воре, а также о новостях в мире GTA Online и еще множество интересного контента. Это та, что добавляйся, братишка, не хватает именно тебя. Ну и вообще с этим обновлением у нас добавили три новых водных транспортных средств. Это у нас патрульный катер Курц-31, Шидзу Лонгфин и Дихи с вооружением. Последнюю до сих пор Рокки еще не разблокировали, так что мы рассмотрим только две, которые у нас появились сразу же с обновлением ограбления Кайоперика. И начнем же с Шидзу Лонгфина. Он у нас продается на сайте Доктис и у него есть две цены. Одна это 2 125 000 долларов и оптовая 1 593 000 баксов. Чтобы получить оптовую цену, вам надо пройти ограбление Кайоперика, будучи хостом, и взять этот транспорт как транспорт для проникновения на остров. И дизайн этой лодки берется с лодки Magnum 44 Banzai. Рокки тут, конечно, прям максимально не мучились и скопипастили ее в один в один. Где им, конечно, чуть-чуть некоторые места не сгладили, чтобы не мучиться и не рисовать лишние полигоны. И местом хранения данного транспорта, как и, в принципе, все лодки в игре, это у нас Pegasus. То есть вы звоните Pegasus и в ближайшем доке появляется этот транспорт. К сожалению, конечно, уроки с этой обновы не сделали нам какой-нибудь док, где мы могли бы модифицировать лодки. Хотя, в принципе, можно было бы это сделать. И, соответственно, если она хранится в Pegasus, мы не сможем, первое, эту лодку как-то видоизменить, то есть перекрасить, как нам хотелось бы, либо же ее продать, тем самым избавив себя от этого лишнего груза и получив хотя бы половину от ее стоимости, которая, в принципе, достаточно высокая. Но эта стоимость появилась, во-первых, из-за дикой инфляции в игре, во-вторых, то, что это одна из самых быстрых лодок в игре. Да, братишки, этот факт имеет место быть, то есть эта лодка достаточно быстрая. Инфу я уже взял с сайтов, где есть вся инфа про транспорт в GTA. Толком сам я тесты не устраивал, но, опять же, на мой взгляд, эта лодка не особо так управляемая. Опять же, это все по уже самому ограблению, когда я его проходил. Плюсом же, я чуть-чуть на ней покатался именно в сессии, и такое ощущение, что ей не хватает управляемости. Но это мое мнение. Если вы ее купили и покатались на ней, то напишите свое мнение по поводу этой лодки. Посадочных мест на этой лодке 4 штуки. То есть, это как раз таки самое то для ограбления Кайперика. Рокки специально уж, я думаю, это все сделает так, чтобы люди прям заваливались только четвером. Хотя, в принципе, сзади можно было бы пихнуть гораздо больше народу. Следующий, про кого я расскажу, это патрульный катер Курц-31. И с этим транспортом все гораздо интереснее. Опять же, здесь может завалиться четверо человека. Это, во-первых, водитель, пассажир и два ганера. Один у вас будет сидеть спереди и стрелять с двух спаренных пулеметов 50-го калибра. Или же второй, который будет сидеть у вас сзади и уже отстреливать всех сзади. Опять же, с такого же полтинника, но уже только одного. Он продается у нас на сайте Warstock Cash & Carry и имеет, опять же, как и Longfin, две цены. Одна это 2 955 000 долларов. Это обычная цена. Или же оптовая цена 2 261 000 долларов. Чтобы получить оптовую цены, вам надо пройти ограбление Кайперика и, опять же, взять этот транспорт как транспорт для проникновения на остров, будучи хостом. Базируется этот катер на американском речном патрульном катере. И тут хотелось сделать маленькое такое сравнение. В GTA Online этот транспорт стоит практически 3 миллиона. Как минимум, на той же самой Википедии, где я нашел уже инфу о реальной ее модели, данный транспорт оценивался в 400 000 баксов. То есть, вот вам сравнение. 400 000 это реальный такой катер. 3 миллиона в GTA Online. Ну, это прям дикая инфляция в игре. Чтобы вы просто понимали, что у нас творится с игрой в данный момент времени и что будет твориться еще в ближайшее время. Хранится он у нас на Pegasi и, соответственно, вызвать мы его можем через телефон и заспауниться у нас в ближайшем доке. Ради интереса я протестил пулеметы, которые установлены на них. Это у нас стандартный полтинник, который мы встречаем на множество количества транспортов. То есть, уничтожает он ботовский транспорт достаточно быстро, вертушки кладет быстро и у этого катера есть один минус, который мне не очень сильно понравился. Да, конечно, он гораздо медленнее, чем тот же самый Лонгфин, но все-таки потому, что это патрульный катер и это именно военный катер. Но так как он все-таки военный, и мне хотелось бы видеть, что он выдержит хотя бы одно попадание из обычной ракетной установки. А он его даже не держит. То есть, эта лодка взрывается с одного попадания ракетной установки. Та же самая, конечно, картина у нас происходит и с Лонгфином, но все-таки Лонгфин это у нас просто как обычный катер, а это все-таки именно патрульный военный катер, на котором установлено вооружение. Ну и что же, по итогу я хочу сказать об этом транспорте. Лодки сами по себе в игре мертвый транспорт, потому что есть уже всякие аналоги по типу Стромберга, БТРа, либо того же самого Ториадора, который они добавили с этим обновлением. То есть, машина-амфибий, есть летающие мотоциклы, есть вертолеты, которые могут садиться на воду, есть самолеты, которые могут переводняться спокойно. То есть, очень большое количество транспорта, который тоже может передвигаться по воде, и, соответственно, лодки никому нафиг не нужны. Скорее всего, я уверен, что из вас большая часть не покупал такой транспорт, я лично его купил чисто ради интереса заценить, может это что-то интересное. Но на самом деле, все это полная дичь. К сожалению, опять же, из-за этого это и продать нельзя, потому что это все сидит на Пегасе. Так что, как я и скажу, покупать это бессмысленно. Да и как, в принципе, вообще любой водный транспорт в игре. Вот такой вот вышел обзор. Конечно, согласен, что толком ничего нового я не рассказал, но если вдруг вам приспичило бы купить ее, то вы могли посмотреть этот обзор и понять, что эта покупка вам не нужна. Ну а на этом, братишки, все. Если вам понравился данный ролик и вы узнали что-то новое, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забудьте проставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь и удаляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok